Животные оттого и называются братьями нашими меньшими, что им порой нужна наша помощь. Когда двуногих не просят, то лучше и не вмешиваться в естественный природный цикл. Но иногда человек, как самое разумное существо на планете, просто обязан протянуть свою руку беззащитным созданиям. И как же приятно осознавать, что в нашем мире осталось немало добрых людей. Добро пожаловать на Телл Блок Нэ! И прямо сейчас ты увидишь топ-10 невероятных спасений животных. 10 место. Котенок будет жить. На канале Сенни Шоу весь контент построен на помощи крохам животным. Добрым делом ребята занимаются два года, и самая известная история касается спасения новорожденного котенка, которого блогер нашел у себя под домом. Малыш был очень грязный. Его маленькое тело поедали блохи, а из левого глазика торчала засохшая травинка. Беднягу кормили каждые два часа. Помогали ходить в туалет с помощью мокрой ватки. Протирали глазки настоем ромашки. Брали влажный ватный диск и мыли, как это делает мама-кошка, своим языком. Теперь это наш член семьи. Забирая котенка под тем балконом, больше всего мы боялись, что он не выживет. Вот так ребята и доброе дело сделали, и обрели прекрасный комочек счастья. Еще и песика своего осчастливили, подарив ему прекрасного компаньона. А вот собакину он очень понравился. Он размером с твой нос. Да, сколько же с ним пришлось провозиться. Зато посмотри, как вымахал за пару месяцев. Видно сразу, здоровый и счастливый кот. Точнее, кошка. А затем она снова подходит к миске и уже опускает бумажку в воду. Девятое место. Рыжая проказница. Одним прекрасным весенним днем дедушка гулял по лесу с собакой. Как вдруг обнаружил маленького бельчонка. Спаситель говорит, что животное было тоненькое, как шнурок, а его мама рядом не наблюдалась. Я прижал его, он согрелся и начал двигаться. Тогда я подумал, что все будет хорошо. Но прежде чем стало хорошо, мужику пришлось кормить нового друга козьим молоком, используя пипетку. Благодаря трепетному отношению и хорошему питанию, белка давно выросла, живет в отдельной комнате и чувствует тебя очень вольготно. Он просыпается в 6 утра и начинает скакать. Вы хотя бы на такой ду-ду-ду-ду, ду-ду-ду-ду, ду-ду-ду, да так со сто разы. Конечно, лесной зверек мог бы давно сбежать обратно в дикую природу, но зачем, если новый хозяин холит его и лелеет? Восьмое место. Благие намерения. Лисенка ему около 4 месяцев. Антон нашел за городом возле дороги. Возможно, его сбила машина. Понял, что без помощи человека зверь не выживет. Отвез к ветеринару, теперь занимается лечением. Чувак отвез лисенка к ветеринару, оплатил его лечение, в общем, сделал все, чтобы животное смогло жить. И тут возникла дилемма. Забирать диких зверей, даже если они нуждаются в помощи, запрещено. Штраф – миллион рублей. Но ведь с полученными переломами животное просто не смогло бы охотиться и умерло бы от голода. Хорошо, что в агентстве лесного хозяйства с пониманием отнеслись к ситуации и позволили мужику выходить лисичку. Но где еще бы с этим рыжиком так возились? Мужчина выделил ему место на балконе и две миски, которые ежедневно наполнял рыбой, утятиной и паштетом. Более того, неравнодушные жители Камчатки организовали для лохматого пострадавшего сбор средств на операцию. Так что лиса получила все необходимое лечение. И в общем, спасли всем краем. Седьмое место. Пернатая спутница. Очередной и, казалось бы, обычный рейс подарил дальнобойщику Евгению нового друга, которым стала сова. Мужчина нашел бедную птичку прямо на дороге. По всей видимости, ее сбил встречный автомобиль. Он без раздумий забрал животное к себе в кабину, а вылезать оттуда сова Соня уже не хотела. Чтобы выходить пернатого товарища Евгению приходилось, и по сей день приходится кормить Соню свежим мясом с собственных рук. А еще добрый человек поет птицу из одноразового шприца. Видимо, после травмы она принципиально отказывается работать клювом. Но когда речь заходит о том, чтобы поблагодарить своего спасителя, совушка прикладывает все усилия. Ветки на траву упрыгнула. Я взял, она мне крыльями обняла. И давай целовать вот клювиком вот так вот. Я просто в шоке был вот такой вот. Теперь осталось оформить спутницы в правах категории С и готовый отличный сменщик. Вообще цены ей не будет, если научится кричать «ЙОКРНЫ БАБАЙ, ЖМИ!» ШЕСТОЕ МЕСТО НЕВЕЗУЧИЙ ДЕЛЬФИН История случилась буквально пару недель назад, когда спасатели вместе с дайверами помогли большому серому дельфину, который, между прочим, занесен в Красную книгу, вырваться с мелководья. На тот момент животное уже минимум четыре часа провело в ловушке. У него даже побелела спина, и он не мог пошевелиться. Дельфин, как якорь, зацепился передними плавниками за дно на мелководье. Спасатели буквально на руках заточили млекопитающее на глубину. По два человека с каждой стороны подталкивали несчастного дельфина, чтобы тот смог уплыть в открытое море. Если бы его вовремя не заметили и не подоспели на помощь, кто знает, чем бы закончилась эта история. А так, уплыл хавать и даже не поблагодарил. Как только дельфин выбрался на глубину, тот же начал охотиться за пеленгасом. ПЯТОЕ МЕСТО РУЧНОЙ КОСОЛАПЫЙ Несколько лет назад жители одной из деревушек Восточно-Казахстанской области буквально отбили мишку из рук живодеров. Группа отморозков тупо по приколу гонялась за медвежонком на машинах. Вот неравнодушные люди и не смогли пройти мимо. Мишка ни на шаг не отходит от своего хозяина. Теперь Равшан Зулфеев для Косолапова и кормилицей друг и защитник. Ситуация очень похожа на ту, что сложилось с лесой в Камчатском крае. Да, маленький медведь в отличие от нее был цел и невредим. Однако медвежата без медведицы не в состоянии выжить в этом суровом мире. Поэтому пришлось искать ему новое место жительства, с чем возникли определенные проблемы. Питомники отказываются принимать диких зверей без соответствующих документов. Изъятие из природы животного даже для того, чтобы спасти, незаконно. Однако владельцы одного из зоопарков откликнулись, провели ветеринарный контроль, а также сделали медведю паспорт с данными и фотографией. Обидно, конечно, что мишка не вернется в дикую природу, но в данном случае это был единственный возможный выход, так что респект жителям за его спасение. Четвертое место. Панда-путешественница. Обычно панды шарятся где-то в горах, но этот медвежонок к несчастью для себя забрел на плотину гидроэлектростанции и там застрял. Спасением бамбукового медведя занималась целая группа, в которую входило без малого 10 человек. Борьба за жизнь этого милого существа продолжалась несколько часов до самой ночи. Перепуганному животному пришлось вколоть успокоительное, но в итоге животное отпустили на волю целым и невредимым. Если спецоперация не увенчалась бы успехом и панда погибла, это была бы китайская национальная трагедия. В Поднебесной вот прям настолько переживают за этих редких медведей, что если, не дай бог, какая-то осадь получит серьезные повреждения, за восстановлением животного следит вся страна. Еще бы! Панд осталось всего-навсего чуть больше двух тысяч, так что черно-белых пушистиков надо беречь. Третье место. Сквозь дым и огонь. Именно так женщина спасала бедную Каалу, жизнь которой висела на волоске во время ужасных австралийских пожаров. Спасительница говорит, что задние лапы медвежонка были уже в огне, поэтому она ни на секунду не задумывалась о собственной безопасности и о том, чтобы отступить. Каалу поместили в приют для диких животных, где за ней денно и ношно ухаживали на протяжении недели, лечили раны и кормили эвкалиптом. Но, к большому сожалению, помочь 14-летнему самцу выкарабкаться не удалось. Ветеринары сделали все, что было в их силах, однако ожоги оказались настолько серьезные, что боли никак не покидали Каалу. Чтобы избавить австралийского медвежонка от страданий, его пришлось усыпить. Невероятно жаль, что все закончилось именно так, но не отметить рвение, с которым женщина бросилась спасать несчастное животное, мы просто не могли. Второе место. Кони и люди. Этой зимой в Башкортостане под лед ушел целый табун лошадей. Аж семь жеребцов и кобылок чуть было не распрощались с жизнью. Благо мужики сработали очень оперативно и спасли скотину одну за другой. Хотя в ролике присутствуют моменты, когда казалось, что уже все. Кому-то из лошадей точно не повезет выбраться из этой ловушки льда и воды. Трактор существенно облегчил задачу, но спасателям нужно отдать должное. Ведь трактор-то был один, а лошадей семеро, поэтому там, где техника не успевала, погонщики вытаскивали собственными руками. Действительно тянули не только веревкой, но и руками. Так, держи веревку! В общем, боролись за жизнь каждого животного до конца, и все получилось. Первое место. Спасение семейства. Иначе и не скажешь, ведь неравнодушная женщина спасла не только собаку, но и весь ее выводок. Способ, которым полоумные хозяева пытались избавиться от нежеланных животных, просто поражает своим цинизмом. Мама вместе с детьми барахталась в озере. На ошейне была привязана сумка, там сложено восемь щенков, и вот они все были выкинуты в озеро. Топили собаку весом собственных щенят. Да от такого даже Чикатило в гробу сальтуху делает. Люди совсем уже озверели. Но не все. Женщина приютила белку и восемь маленьких комочков, дала им кров и пищу и более-менее привела в чувства. Говорит, из-за стресса собака целиком и полностью не пришла в себя и боится людей. Однако у нее нет ни капли намека на агрессию. Обидно, конечно, что в нашем мире происходят такие события, но печалиться не стоит. Ведь калининградская история, в отличие от австралийской, завершилась хэппи-эндом. Елена заберет и этого щенка, и саму белку. Остальным тоже повезло, их всех в самое ближайшее время разберут. Желающих оказалось даже больше, чем необходимо. Так что ни один из щенят не окажется в собачьем приюте, где, как ни крути, все равно хуже, чем в настоящем доме рядом с человеком. А известны ли тебе истории невероятного спасения животных? Может быть, знаешь даже о более эпичных событиях? Тогда пиши об этом в комментариях и не забудь подписаться на канал, чтобы первым смотреть самые крутые топы Ютуба. Также заглядывай в наш паблик ВКонтакте, ведь там мы регулярно вместе общаемся, проводим голосование по новым темам и орём над угарными мемчиками.